Доброе утро! На 12-м канале Час Новостей. В студии Анна Черных. Смотрите в этом выпуске. Мозговые штурмы и жаркие дискуссии. Омские педагоги обсудят, как войти в топ-10 стран по уровню образования. Памятник Михаилу Ульянову в Омске откроют сегодня. Такие люди, как Михаил Ульянов, рождаются один на миллион. Где появится скульптура в честь великого актера и кто из гостей специально прилетел в Омск. Запуск моторов и битвы роботов. Юные гении инженерной мысли встретились на соревнованиях моделистов. Игра в одни ворота «Авангард» в сухую выиграл финский йокерит на турнире имени Пучкова. Как войти в топ-10 стран мира по качеству образования педагоги региона в эти минуты проводят августовское совещание. Представляют проекты, которые могут попасть в национальную программу. Прежде всего речь идет о строительстве новых школ, детских садов, создании региональной модели центра «Сириус» и многое другое. Итоги лягут в основу дорожной карты. Отмечу, что с этого года в регионе расходы на отрасль образования относятся к числу приоритетных. По сравнению с 2017 финансирование увеличилось на 15%. Сегодня торжественно откроют памятник Михаилу Ульянову. Скульптуру народному артисту, известному актеру театра и кино, почетному гражданину Омской области, уже установили у драмтеатра. Средства 5 миллионов рублей выделены из областного бюджета. Церемония открытия состоится сегодня в 18.00. Специально для этого в Омск прилетела дочь Михаила Александровича Елена. Появление скульптуры великого актера с нетерпением ждут и жители всего региона. Напомню, Ульянов родился на севере Омской области. Михаил Ульянов в годы войны был здесь. Наш театр Вахтангова принял наш драмтеатр. В годы войны он здесь работал. Затем переехал в Москву. Прекрасный актер. Прекрасные фильмы. Лучше всего запомнился Варшировский стрелок. Такие люди, как Михаил Ульянов, рождаются один на миллион. Гордимся, что у нас такой соотечественник есть. Достойно память. И что памятник поставили ему наконец-то. Увековечили его светлое имя. Спасибо ему за его творчество. И хорошие роли в фильме, театре и кино. Кроме того, в Омском драматическом театре состоится вечер памяти Михаила Ульянова. Добавлю, что в связи с торжественными мероприятиями будет перекрыта улица Ленина. Движение запретят с 17.30 до 19.00 часов. От площади Победы до пересечения с улицами Партизанская и Щербанева. Амичи предупреждают о мошенниках. На мобильные приложения людей приходят сообщения с логотипом Сбербанка. В тексте пишется, что совершена покупка в интернет-магазине. Сумма исчисляется тысячами. Эти деньги спишут с карты в течение 24 часов. Далее сообщение гласит, если вы не совершали данные манипуляции, свяжитесь со службой безопасности банка по указанному номеру. Однако девушка, на чей номер пришло оповещение, позвонила по официальному телефону, указанному на сайте. Там ей пояснили, никакими мессенджерами банк не пользуется. Порекомендовали ни в коем случае не перезванивать по указанному номеру. А лучше и вовсе заблокировать его. Скорее всего, после звонка деньги с карты были бы действительно сняты. Борьба моторов и соперничество конструкторских решений в детском лагере в Таврическом районе начались областные соревнования моделистов. На традиционный слет съехались две сотни юных техников со своими наставниками и, конечно, моделями, в основном собственной разработки. Последние дни лета школьники посвятят спортивным патриотическим мероприятиям, техническому творчеству, а самое главное, будут в свое удовольствие запускать все, что ездит, плавает и летает. Ну а главным новшеством этого сезона стали битвы роботов. Денис Жарков провел один день вместе с юными моделистами-конструкторами и словно вернулся в детство. Ежегодно в конце августа в оздоровительном лагере «Лесная поляна», что в Таврическом районе, открывается Академия технического творчества. Это профильная смена. Сюда съезжаются 200 лучших юных техников со всего региона. Здесь их ждут кружки, секции. Многие приезжают со своими моделями, чтобы здесь их запускать и участвовать в состязаниях. Вообще традиция эта существует с 92-го года, то есть самые первые кружковцы уже выросли и, видимо, строят настоящие ракеты и самолеты. Ну а молодое поколение пока занимается только масштабными моделями. Смена наша продлится 14 дней. В нашу областную смену входят соревнования по техническим видам спорта. Это ракетомодельный спорт, судомодельный, автомодельный и авиамодельный. Берег этого живописного пруда уже оккупировали судомоделисты. У них сейчас начинаются состязания. На воду спустят целый флот 55 моделей. Относятся они к так называемым моделям прямого курса. То есть корабли будут плыть по прямой. И главная задача набрать баллов. Это зависит и от дальности, и от прямоты траектории, от того, в какие вороться они проплывут. Не обходится и без происшествий. Как видим, корабль неподвижно застыл на водной глади. На выручку спешат двое взрослых. Это военный корабль класс Нахимовец. К сожалению, я не знаю, кто его сделал. Этот корабль старше, чем я, наверное, в раза два. Когда я его пускал, там трасса вообще не подготовлена. На Маталтину какую-то? Да. Модели сегодня в лагере запускают буквально повсюду. Вот мы решили оставить в покое судомоделистов и переместились в центр лагеря, сюда, где запускают электромобильчики. Это маленькие баги на радиоуправлении. И среди участников этих показательных выступлений есть и настоящие чемпионы. Нам вас отрекомендовали как чемпиона. Почему вы сегодня не запускаете модели, где ваш автомобиль? Ну, получается, этот класс, я в нем не катаюсь. У меня модели для него нет. В других классах я катаюсь довольно-таки часто. И на большинстве соревнований России. В Омской области, в Тюменской области, в Владимире. Был, получается, в Ростове на чемпионате России, на первенстве России в юношеских соревнованиях первое место в этом классе, в GT10. А на чемпионате России занял четвертое место. Дальнейшие планы, получается, выиграть первое место на чемпионате России и попробовать выступить на европейских соревнованиях. И, конечно, самые зрелищные соревнования – это состязания авиамоделистов. Я сам когда-то ходил в авиамодельный кружок, правда, свой самолет не то что не запустил, даже не достроил. В отличие от этих талантливых ребят, которые и достроили, и запустили, и будут занимать призовые места. А в небо сегодня поднимаются радиоуправляемые планеры, да, оказывается, бывают и такие. Ну, а также всем известные квадрокоптеры и самолеты. Не с Алиэкспресса ты его выписал, а сам собрал. Вот расскажи, пожалуйста. Этот квадрокоптер я собирал сам. В этом мне помогали мои руководители Разумов А.С. Валерий Александрович и Несеченко Федор Дмитриевич. Этот квадрокоптер интересен тем, что здесь, в отличие от квадрокоптеров, заказанных из интернета, или квадрокоптеров DJI, композитная рама. То есть рама из композитного материала — это углепластик. Разбить его реально, но очень трудно. Ну, вот так и пригодился бы нашей телестудии. У нас один оператор кокнул благополучный квадрокоптер. Рассказ об Академии технического творчества был бы неполным без описания вот этой секции. В этом году в лагере впервые открылся кружок робототехники. Все юные техники могут получить базовые знания о том, как строить роботов и как ими управлять. А кроме того, здесь идут соревнования. Восемь участников уже участвовали в гонке вдоль черной линии. Роботы должны были четко следовать траектории и при этом не сбавлять скорости. А в воскресенье пройдут областные соревнования «Захват флага». Участники разделятся на две команды, и их роботы должны будут притащить на свое поле фишку. Денис Жарков, Сергей Гаврилов, 12 канал. Небольшое потепление в Омске продержится недолго. Уже на выходных погода испортится и вновь пойдут дожди. Местами возможен даже град. Сегодня Омская область окажется в теплом секторе антициклона. В городе будет до плюс 28 градусов и солнечно. К ночи все изменится. Температура снизится до плюс 9, поднимется ветер. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. В субботу ожидается дождь, правда кратковременный, но ветер еще усилится. Ночью в воскресенье всего плюс 7, и в дальнейшем сохранится дождливая зябкая погода. В честь своего 20-летия 12 канал продолжает серию материалов, посвященных истории медиахолдинга. Сегодня наш рассказ о самом непредсказуемом проекте канала «Утреннем шоу». Первый раз ведущие программы «Час новостей утро» пожелали о мечам доброго начала дня 14 сентября 2004 года. С тех пор программа не раз меняла свое название. Формат ведущих навсегда оставалось самой яркой, шумной и ранней в сетке вещания 12 канала. Как будили о мечей, вспомнила Наталья Рогулева. Чтобы пожелать зрителю доброго начала дня, съемочной группе программы «Час новостей утро» приходилось заводить свои будильники на 3 часа утра. Выпуски начинались в 6.30 и выходили в прямом эфире каждый будний день. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире самая ранее информационная программа Омского телевидения «Час новостей утро». Анонсы программ, специальные сюжеты, звонки из районных карпунктов и токенки с радио. На утро хоть раз да поработал каждый сотрудник холдинга. Ведущие после эфиров уезжали на съемки сюжетов или собственных рубрик. Порой работать приходилось буквально от рассвета до заката. Но так закалялся характер опытных сотрудников «Двенашки». Спали крепкие морозы, немного пораньше стало светать за окном. На календаре уже 8 февраля. Не прессовайте улыбаться, даже когда вам очень грустно. Кто-то может влюбиться в вашу улыбку. В ожидании новых впечатлений и новых событий давайте проведем утро этого понедельника вместе. «Два часа прямого эфира нужно было готовить. У меня были эфиры в понедельник, поэтому каждое воскресенье, весь год, весь телевизионный сезон я проводила здесь, на студии. Я помню, даже в тот год у меня день рождения было, воскресенье, поэтому даже свой день рождения я встречала, готовясь к эфиру. Да, было очень непросто, но вместе с тем было очень интересно». С каждым сезоном утренний проект менялся. В 2007-м он переехал в новую большую студию, сменил формат и название. Так появилось «Здравствуй, утро» – ярко-интерактивное информационно-развлекательное утреннее шоу. Это были полтора часа, которые, без сомнения, изменили мир. «И пришли они из будущего. И пробудились люди ото сна. И улыбнулись люди». Эфир наполнили шутки, музыкальные клипы, викторины и живое общение со зрителями. Они не только звонили и писали в эфир, но и сами стали его частью. «Доброе утро!» «Утро у нас, как всегда, веселое. Передаю привет моему другому подругу!» «Я люблю людей!» К каждому выпуску команда проекта готовила новые рубрики. Они вылетали из монтажа, как горячие пирожки, на любой вкус. Тут были правила великого и могучего, рассказы о животных, рецепты, зарядка, традиционные ингредиенты утренних каналов, новая уникальная подача. Через пять лет пришло время нового утра и новых экспериментов. Такой свободы видения себе не мог позволить ни один федеральный канал. «Это они нас еще чему-то научат. Нет, 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 они очень смешны. Я смеялась все время. Думаю, что это значит, что у вас с таким настроением люди идут на работу? Вот это я понимаю утро». В общей сложности под разными заставками телевизионный будильник 12-го канала проработал 11 сезонов, а это почти 2500 выпусков. И до последней отбивки утренний канал был верен своему зрителю, каждый будний день даря ему искренние улыбки и хорошее настроение. Наталья Рогалева, 12-й канал. За мечами будут следить умные камеры. Они автоматически распознают действия людей, например, драку, поджог или угон автомобиля. И тут же отправят информацию в соответствующую службу, полицию или пожарную. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали дорожные эксперты. Всего планируют установить 50 таких камер в центре города, парках, скверах. Заработают они в течение трех ближайших лет. Ну а пока в Омске работает 100 комплексов фото- и видеофиксации. А до конца года появится еще 20. Результаты есть. По итогам 7 месяцев в местах установки стационарных комплексов аварийность снижена на 60%. С аналогичным периодом прошлого года. Ну а самое главное, наверное, что в этих местах нет погибших. Повышают безопасность на дорогах и с помощью камер обманок. Фото- и видеофиксации отлично дисциплинируют водителей. Однако средств на установку техники не хватает. Поэтому на областных шоссе, где часто происходят аварии, устанавливают муляжи. На каких именно инспекторы, конечно, не рассказали. Разгромная победа на предсезонном турнире «Авангард» в сухую выиграл финский йокерит. Омские ястребы встретились с противником на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге. Итог первой игры 4-0. Звездой матча стал молодой нападающий Артем Манукян. Он отметился дублем. Также по шайбе забросили Максим Березин, Юхан Сунстрем. Сухой матч и заслуга голкипера «Авангарда» Игоря Бабкова. Кстати, в предсезонных матчах на его счету уже 165 минут сухой игры. Сегодня ястребы встретятся на льду с питерским СКА. Между тем, Максим Сушинский рассказал, как продвигается обследование арены Омск. Президент хоккейного клуба сообщил, что результат технической экспертизы станет известен в августе. Эксперты исследовали состояние несущих конструкций домашней площадки. Стало известно, что в арене трещина, которая могла разломить и фундамент. И теперь «Авангард» проведет новый сезон КХЛ в подмосковной Балашихе. Тем не менее, президент клуба отметил информацию о том, что «Авангард» задержится там на 5 лет, не более чем слухи. Не подтверждает он информацию о том, что арену точно снесут. Далее на 12-м канале прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде сегодня, 24 августа. В области Омски переменная облачность дожди. Температура воздуха в районах в дневные часы 18-22 градусов тепла. В Омске днем потеплеет 17-21, ветер северо-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok